Новые залы Щёлковского музея. Его экспозиционные площади после реконструкции стали вдвое больше. Появилось дополнительное пространство. Теперь его фонды пополнились двумя редкими экземплярами. Резитетную винтовку «Бердана» 1882 года и знаменитую винтовку «Мосина» передал в дар музею глава Щёлковского района Алексей Валов. Я сталкиваюсь сделать такой масштабной конструкции. Хочу внести свой вклад в оборудование музея. Вот дарю вам на музей Бердан 1882 года. Мне бы хотелось сказать, что эти Берданом воевали не только империалистическую войну, но и Великой Отечественную войну. И то, что 30 тысяч у нас призвали здесь в Щёлковском районе на Великой Отечественную войну, они уходили и с Берданами тоже. Спасибо большое. Это очень ценный подарок. Спасибо большое. Винтовка «Мосина» выпуска 1943 года. С ней красноармейцы воевали Великую Отечественную войну. О таком оружии для новой коллекции год назад музейные работники спрашивали Алексея Валова. Пожелание было выполнено вовремя. В Крывическом готовится к открытию экспозиции, посвященной войнам 19-20 веков. Небольшим музеям очень трудно приобретать музейные экспонаты. Поэтому этот подарок, он настолько важен для нас, и он настолько ярко и полно представит экспозицию о Первой мировой войне. Мне кажется, это вообще очень здорово. Просили коллекционеров и обладателей этого оружия. В данном случае Алексей Васильевич сделал нам такой бесценный подарок. Мы, конечно, поставим экспозицию о Первой мировой войне, которую мы сейчас активно готовим, которая планируется к открытию в конце января. Винтовка Бердана. Знаменитая Берданка. С ней наши предки участвовали в Первую мировую Великую Отечественную. Вес чуть более 4 килограммов, калибр 10,67 миллиметра. Достойный подарок Щелковскому музею. Найдет свое место в лучшей коллекции. Русские инженеры доработали американскую винтовку, и стрелять из нее стало еще удобнее. Оружие передано в хорошем состоянии. Сохранилось клеймо Сестрорецкого завода и номер изделия. По нему музейные работники попробуют установить сведения о первых владельцах. Предметы будут рассмотрены более подробно. Может быть, мы узнаем какую-то историю этих предметов. Естественно, изучим, когда появилось это оружие впервые. И затем будут эти предметы внесены в книгу поступления. И таким образом они будут включены в Музейный фонд Российской Федерации. И затем они будут внесены в государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Сохранившееся до наших дней оружие займет центральное место в новой экспозиции на втором этаже музея. В табличке к подаренным экспонатам будет указано «В дар от благодарных потомков». Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».